Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. 279 рублей будет максимальная прибавка к пенсии. Как и прежде, в 2020 году вырастут выплаты работающим пенсионерам в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда России, ПФР. Но, как мы сообщали ранее, это не будет полноценная индексация пенсии, а всего лишь, так называемая ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, о чем многие и забывают, и сообщают как о полноценной индексации пенсии, да и данную прибавку не дадут просто так, и даже в максимальном своем значении, она будет совсем небольшой. Для того, чтобы получить прибавку, работающий пенсионер должен заработать за прошедший год не менее трех пенсионных баллов. Прибавка имеет ограниченный максимальный размер и учитывает заработанные баллы. Так, чтобы заработать три балла, при условии непрерывности стажа в 2019 году, работающий пенсионер должен иметь зарплату не менее тридцати тысяч рублей в месяц. Если стаж в 2019 году прерывался, зарплата должна быть еще больше. Максимально за три балла можно заработать прибавку к пенсии в размере всего лишь 279 рублей. И это большая несправедливость и проблема для многих пенсионеров. В 2016 году, когда заработал закон об отмене индексации страховых пенсий работающим, пенсионеров разделили на две группы. В первой оказались официально неработающие пенсионеры, которые получают свою законную прибавку к пенсии с 1 января, на уровне инфляции или выше. Во вторую группу, папы ли те, кто продолжает трудиться? Уже который год подряд, они могут рассчитывать, лишь на перерасчет пенсии с 1 августа, с учетом тех взносов, которые работодатель продолжает делать в Пенсионный фонд России. Официально, это называется ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Получается так, что работающие пенсионеры оказались в ущемленном положении. Мало того, что им отменили ежегодную индексацию пенсий, так теперь еще и во время августовской корректировки, учитывают не все отчисления в Пенсионный фонд России, а дают прибавку, только максимум в 3 пенсионных балла. Если вы согласны с тем, что работающие пенсионеры, оказались в ущемленном положении, и данная ситуация несправедлива, то просим поставить лайк, поделить все это информацией видео с другими, и написать свое мнение по данной ситуации в комментариях, чтобы привлечь как можно больше внимания к данной проблеме многих пенсионеров. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте, мне понравилось. Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступлений в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.